Проблема в Змеиногорске не должна повториться. Напомним, в ноябре без воды в городе осталось более 2000 домов, а без затопления – 250. Тогда губернатор Виктор Томенко назвал ситуацию вредительством. Сегодня министр промышленности и энергетики Александр Климин подчеркнул, что новая схема теплоснабжения позволит избежать подобного. Туда должны войти основные моменты, которые уже вы определяли на оперативных совещаниях и на рабочих совещаниях. в части усиления материально-технического состояния наших сетевых компаний с целью сокращения аварийности и с целью повышения надежности работы электросетевого комплекса. Кроме того, в этом году почти в три раза увеличится финансирование на ремонт и реконструкцию тепломагистралей. В основном это коснется столицы края. Власти региона и специалисты СГК скорректировали инвестиционную программу. В Барнауле на ремонт теплосетей направят 700 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. Работы начнут в мае. А на этой неделе стартуют конкурсы на капитальные ремонты и строительство автомобильных дорог. К концу апреля все контракты должны быть заключены. Губернатор поручил ввести данную работу максимально открыто. Надо опубликовать эту информацию, довести до широкой общественности, чтобы все понимали, что там и там будем выполнять работы. И желательно примерно привязаться к срокам. А вот сохранить существующее дорожное полотно частично поможет увеличение грузоперевозок по АБИ. За последние три года увеличилось практически в три раза грузооборот по реке поднять. С 350 тысяч тонн до 910 закончили этот год. Это позволяет нам снизить нагрузки на дороги, которые есть, и выполнить поручение президента по переориентации перевозок транспорта. В ближайшее время власти края планируют подписать соглашение с руководством Верхнеобского водного управления по развитию речного транспорта. Евгения Даровская. Наши новости.